Несмотря на то, что многие жители стран Балтии настроены романтически и хотят жить среди сельских красот или у моря, никто не забывает о комфорте. По мнению опрошенных, обосноваться не то что в деревне, но даже и в пригороде можно лишь при наличии всех необходимых удобств, развитой инфраструктуры, хорошего сообщения с городом и стабильного доступа в интернет. Основные причины, по которым горожане хотят стать сельскими жителями, это близость к природе, лучшей экологии и возможность иметь более просторное жилище. Ну и конечно, предложения в сфере недвижимости в последнее время ограничены, а цены выросли. Явно несоразмерны сегодня доходы половины работающего населения и цена съема жилья или приобретения жилья. На начало нынешнего года медианная заработная плата, то есть зарплата тех, кто получает меньше и кто получает больше, находится где-то в пределах 1100 евро. При таком доходе платить за съем жилья 300-400 евро просто нецелесообразно. Кроме того, два года пандемии не могли не изменить нашу жизнь и многие уже привыкли работать дистанционно. Но это изменение глобально и касается не только Балтии. Главные изменения произошли в характере труда. То есть все больше работников превращаются во фрилансеров, то есть они совмещают место работы с местом жительства и время труда тоже становится ненормированным. Так что переселение горожан, особенно молодых, за пределы столицы – это устойчивая социально и экономически оправданная тенденция. Кроме того, и стоимость земли под недвижимость в Таллине во много десятков раз дороже, чем за его пределами. Ну а что касается участников опроса, то в качестве преимущества они указали также возможность более свободного перемещения, удобной парковки и лучшие условия для домашних любимцев. Но нельзя думать, что многие скоро начнут паковать чемоданы. Уж слишком привлекательны комфорт столичной социальной и транспортной гарантии, чтобы их лишиться при всей любви к природе. Так что пока падение налоговых поступлений, которые идут в городскую казну от таллинцев, нам не грозит. А население Таллина последние годы только увеличивается. Ленитровская, Петр Юлевайн, Новости Таллина.